Джитс – это в данном случае наполненность, полнота. То есть ваше отношение к вашему партнеру по занятиям, оно должно быть абсолютно искренним. Абсолютно искренним в том плане, что у вас не должно возникнуть ни малейшего помысла сделать что-то дурное в отношении вашего партнера. Каким-то образом обмануть его, предать его и т.д. Честность. Да, честность. Честность, смотрите, вот это все понятия взяты из конфуцианства. Абсолютно конфуцианские понятия. Я сам это сказал. Вы же сказали, что культура перешла в главную историю. И Канда тут не был таким новатым, наверное. Ему было очень сложно, потому что эта культура выражена в его родном языке. Понимаете, в родном языке. И в этом языке уже заложено определенное смысл. Слово «честность» в данном случае переводят в слово «синги». «Синги» – это доверие. Причем вот китайский язык, он такой очень странный, древнекитайский язык. Один и тот же иероглиф может означать любую часть речи и разными формами. С одной стороны, «син» подразумевает наличие доверия к партнеру. С другой стороны, создание условий для того, чтобы партнер вам доверял. То есть это доверительные отношения. А «ги» – это вообще центральнейшая категория конфуцианской мысли. Означает сразу два понятия, которые по-русски звучат по-разному, но для японцев кидается в одно и то же. Справедливость и долг. Долг. Поступать нужно по справедливости, но эта справедливость не так, как вы ее сами сами мыслите. Это справедливость, которая заложена в самой человеческой природе. И это опять нас возвращает к этой самой дискуссии о природе человека. Какой он, так сказать, человек добрый или плохой и так далее. Ну вот Мензе, который говорил о том, что природа человека добра, приводил такой пример. Если мы увидим, как ребенок залез на суд в колодце и сейчас упадет в колодец, любой из нас испытает чувство тревоги из-за этого ребенка. И первый позыв будет прийти на помощь. Потом может появиться мысль. Ага, это ребенок моего города? Что ли? Значит, вот это вот китайцы и японцы называют низкой мудростью, маленькой мудростью. То есть мы выгоду хотим извлечь какую-то из этой ситуации. Но первый, первый импульс к поступку, он всегда истинный, истинный, справедливый. И он определяет должность поведения. Человек должен поступать именно так, потому что заложено в человеческой природе. Он должен прийти на помощь ближнему своему, не думая о последствиях. Соответственно, когда мы говорим о честности семьи, мы говорим о более глобальных вещах с точки зрения японцев. Это подразумевает глубокое понимание человеческой природы и следование этой человеческой природы. которая выражается вот этим простым принципом меры. Делай другим то, что желаешь себе, не делай другим того, чего не желаешь себе. Соответственно, я должен быть опять-таки по отношению к людям искренним, идти к ним с добром. И при этом должен вести себя так, чтобы у моего партнера было доверие ко мне и была вера в меня, в то, что я готов ему прийти на помощь, участвовать в его проблемах как человек. Скромность. 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 Скромность, да. Скромность, в данном случае, опять-таки все эти конфуцианские термины назначают устранение эгоистических желаний. В втором иероглике здесь слово кё – пустота. То есть, это не значит, что нужно быть пустым, как бамбук. Это значит освободиться от своего личного. Вообще, японские боевые искусства, они очень пронизаны этой мыслью. Сама методика их. Многократное повторение одних и тех же движений, когда ваш контроль психологически постепенно ослабевает, он должен вас привести к отказу от самого себя, к самозабвению, к устранению всего личного. Я, в частности, занимаюсь техникой ИА – извлечения меча из ножек. И вы знаете, здесь требуется постоянно преодолевать себя для того, чтобы не навязывать мечу то, что ему не свойственно. Меч способен резать, японский меч сам способен резать. Это предмет создан для того, чтобы резать. Надо дать возможность мечу проявить собственную культуру, а не навязать ему движение, которое кажется вам более правильным. Когда мы прилагаем излишние усилия, мы не позволяем мечу проявить свою собственную природу, и движение только портится, мы не добиваемся результата. И здесь нужно постоянно говорить себе, что я должен расслабиться, я должен чувствовать, как движется мой меч, чувствовать плоскость реза, не прилагать лишних усилий и так далее, и так далее. Вот это все подразумевает понятие «кэнкёк», то есть именно то, что теперь введено здесь как скромность – это очищение самого себя от всякого эгоизма. Тогда вы можете быть с точки зрения вашего поведения скромным человеком, потому что, опять-таки, вы не ищете удовлетворения своих желаний, сверхдолжные меры, вы понимаете, что правильно, какова природа этого явления, этой вещи, и не навязываете ей себя. Тогда все совершается гармоничным образом, само собой, без насилия. Следующий пункт у нас – самоконтроль. Самоконтроль – здесь это слово «кокки». Кокки – это именно самопреодоление, это, опять-таки, подавление самости, вот своей эгоистичной самости. Смотрите, для японских боевых искусств очень важно понятие «мужчин». Дословно – это отсутствие сознания. Но это не значит, что вас ударили по голове молотком, и вы лежите без сознания, без чувств. Нет. Это, опять-таки, означает очищение сознания от всех эгоистических помыслов, от стремления самоутвердиться, в чем проявляется я. В конечном итоге, «кокки» – это дословно преодоление «я». Вот интересно, здесь дополнено, что самоконтроль, умение сдерживать и нефть, не может… Это всего лишь одна из составляющих, да, самоконтроль, да, как умение сдерживать и нефть – это всего лишь одна из составляющих. Более глобально, на философском уровне, да, я стремлюсь утвердиться. Вот я и в буддийской философии рассматривается как иллюзия, которая должна быть устранена, и в конфуцианстве рассматривается как источник эгоизма, который заставляет человека прибегать к насилию и приступать к меру, отведенную ему. Соответственно, «кокки» – это дословно преодоление «я». Храбрость. Ну, что можно сказать? Храбрость есть храбрость, да, нужно быть смелым. Но японцы очень хорошо понимали два вида храбрости. Говорили о том, что бывает храбрость слепая, да, вот именно ослепление гнило. Это одна история. Это подчиненность человека эмоции. Подчиненность человека эмоции. Неспособность оценивать ситуацию трезвым образом, принимать правильное решение. Есть другая храбрость, которая проистекает их чувство долга. Вот этой самой долга справедливости, да, о которой мы выше говорили. Я не могу поступить иначе, потому что мой долг таков. И, там, гусюдо японское, да, оно вокруг этого тезиса очень много всего понастроило. Собственно говоря, с точки зрения высокой теории, воин должен был проникнуться пониманием справедливости и долга. И следует неукоснительно этому. Соответственно, когда мы говорим о храбрости, мы должны помнить, что, знаете, есть очень много храбрых людей, но идущих на неправильные поступки. Потому что они одержаны своим эгоизмом, или они не способны контролировать свои эмоции, в ослеплении хватаются за нож, да. Нет, здесь речь идет именно о храбрости воспитанной и пронизанной, основанной на идеях справедливости и долга. Ну и заканчивается вежливость, мы уже говорили. Мы говорили о ней, мы говорили о вежливости. Как вы видите, здесь целый комплекс понятий, которые абсолютно друг с другом взаимосвязаны. Потому что это часть одной единой системы. Можно начать от любого понятия и постепенно развернуть всю систему этих понятий. Можно ли сказать, что вот это все есть некая такая, ну, Канни, я читал в вашей книге, Хиде, да, и там видеодокументы, которые, там, точнее, лекции, опубликованные Канни, переводы ваши, где он говорил о трех составляющих, в занятиях, да, или в обучении дзюдо, это физическое воспитание, интеллектуальная нравственность. И можно ли сказать, что вот это все есть некое воспитание нравственности в человеке? Вот это все, это имеется в виду вся система занятия, которую рассматривали? Нет, вот именно этот кодекс, это и есть... Вот смотрите, все-таки вот так парадоксально сложилась история развития общественной мысли на Дальнем Востоке, что довольно рано обозначились разные школы, которые по-разному понимали природу человека. Был Мэнзе, был Сюнзе, один говорил, что природа человека добра, другой говорил, что природа человека зла. Но они, как бы, по сути дела, с разных сторон смотрели на человеческую природу и на способы ее то ли реализации, то ли ее оккультуривания. И в конечном итоге, вот последующие мыслители, они приходили к пониманию того, что необходимо создать условия, в которых человеческая личность либо разовьет свои положительные качества, либо же мы не позволим ей пойти по другому пути и превратиться в антиобщественную линию, чего опасалось государство. И Каной здесь, он, с одной стороны, обращался уже к достижениям европейской педагогики, там, середины, второй половины XIX века, а с другой стороны, все-таки он был воспитан в этой самой культуре, он не мог оторваться от вот этого конфуцианского прошлого. И, конечно, он стоял на том, что вся система занятий, она должна быть организована таким образом, чтобы именно стимулировать развитие тех положительных качеств, которые заложены в человеке, и исключить развитие тех дурных качеств, которые тоже в нем могут быть заложены. Ну вот, вы практикуете много лет боевое искусство, в том числе, как занимаетесь историей боевых искусств. На ваш взгляд, вы можете сказать, что занятия боевыми искусствами, ну, в частности, дзюдо, да, они вот способствуют, вот те техники, те упражнения, они способствуют воспитать в человеке вот эти вот качества? Вы знаете, это очень сложный и дискуссионный вопрос. Ну вот, один японский исследователь, который занимался историей дзюдзюцу, он критикует современное боевое искусство. Говорит, ну, посмотрите, вот они говорят, развивают там силу воли, смелость и так далее, занятия там, стойкость, все. Но это все не этические качества. Это волевые качества, не этические качества. Этическое и нравственное воспитание – это более сложное вещь. Как мне кажется, здесь ключевое значение, ключевое значение имеет личность учителя. Это должен быть учитель с большой буквы. Вот в японской культуре, вы знаете, очень важное место занимает такое направление буддизма, как дзен-буддизм. Дзен-буддизм называют школой патриархом, потому что он стоит на мысли о том, что только просветленный учитель может подготовить ученика к просветлению. Таких учителей очень мало. Жизнь показывает, что сама по себе методика занятий, сами по себе занятия, они далеко не всегда обеспечивают формирование нравственной личности. Мы находимся не просто в спортивном коллективе, в котором есть свои особенности, в том числе такие как конкуренции, например, спортивные конкуренции. Мы находимся в обществе, которое отнюдь нездорово, на мой взгляд, очень-очень больно. Общество проходит через сложные социальные катаклизмы. Наша страна находится на переломном этапе своего развития. Поэтому рассчитывать на то, что оглашение каких-то высоких идеалов, развешивание лозунгов на стенах или сами по себе занятия джидо помогут воспитать личность, которая подвергается воздействию в семье, на улице, в школе, в вузе и еще в новом деле. Ну, наверное, это наивнее. С другой стороны, когда кто-то задумывается об этом, он уже делает первый шаг. Те же конфуцианцы и тот же Конфуций говорили, суждено ли возобладать моим идеям в этом обществе или нет, это воля неба. Но я знаю свой долг, буду исполнять его до конца. Ну, это говорит нам о том, что независимо от того, как мы оцениваем реальные результаты своей деятельности по воспитанию, тем не менее мы должны этот вопрос ставить, должны преломять усилия для того, чтобы человек становился человеком. И мы в этом вопросе активно участвуем. Но, но, обратите внимание, один из пунктов у вас есть, переведенный как самоконтроль, он означает копки подавления самого себя. Надо начинать с самого себя. Конечно, в итоге, что будет происходить с детьми в зале, зависит во многом от того, какой пример будет подавать учитель. Не только в зале, а и, конечно, в жизни более широко. Каков учитель? Ну вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю достаточно, мне кажется, интересную беседу. Занимайтесь боевыми искусствами, изучайте их, дзюдо, и начинайте с самого себя. С вами был Алексей Грибулев. Большое спасибо за внимание. Всего доброго, всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо. Здравствуйте. Продолжение следует...